всем добрый день 9 июля 2020 года я сейчас нахожусь возле своего небольшого акустика розы мэри n с мэри n произошла целая эпопея я ее заказывала в интернет-магазине и в питомнике в то же время розина роза мне пришла кто может быть помнит мою видео обзор посылки роз из питомника розина значит роза мне пришла с огромной огромнейшей трещиной у основания единственной веточки но при этом у нее остался мощный корень мощный подвой и прививка на прививке еле-еле заметная проклевывалась почечка то есть она была то что меньше спичечной головки она была примерно в диаметре с миллиметр если не еще меньше еще тогда весной сразу же я связалась с питомником розина и спросила девочки как быть они сказали не бойтесь высаживайте сделайте тепличку все с розы будет в порядке и вот вооружившись корневином и пятилитровым бутлем я все-таки решилась на эту достаточно трепетную для меня операцию поскольку была одна единственная почечка очень боялась ее каким-то образом зацепить пальцами сбить в общем-то переживала страстно но тем не менее розу высадила без заглубления то есть заглубь грунт вкопала только сам корень и корневую шейку прививку оставила над поверхностью грунта накрыла 5 литровым бутлем пролила хорошо корневином и оставила скажу так ждать когда наконец-то прививочка даст еще почки когда-то почечка единственная которая есть начнут развиваться начнет развиваться было достаточно мучительно и каждый день подходила сюда и в бутыль заглядывала что же там происходит но скажу так недели через три-четыре ну грубо говоря через месяц роза дала не одну почку у нее сразу несколько почек пошло в общем то это меня очень порадовало на данный момент у нее два хорошо развитых побега не все почки выжили а вот все таки весна была экстремальная достаточно долго стояла роза меня под бутлем примерно до конца апреля начало мая и где-то в числах десятых мая я начала периодически снимать бутыль роза получала у меня удобрения до в меру до совсем чуть-чуть в маленьких концентрациях но получала что было после корневина несколько проливок у меня было в конце мая уже зеленое удобрение когда уже листики хорошо развернулись когда листья развернулись еще под бутлем уже началась стимуляция их брексилом с мегафолом брексил это микроэлементы брексил комби и брексил микс один с при с преобладанием в составе железа другое с преобладанием составе магния вот и вот что мы имеем на данный момент роза выбросила два бутона бутона я не срывала я понимаю что роза как для своего возраста и вообще для своей ситуации мощная отношусь к ней так же как и к вегетирующим своим саженцам то есть те которые были окулированы зимой и высланы мне в апреле вот примерно даже меньше были эти саженцы чем вот эта розочка значит что хочу подытожить не бойтесь экспериментировать в любом случае вы ничего не теряете если вы попробуете вытащить розу с того света да конечно печально что покупаешь саженцы ждешь качества а потом вот получаешь то что тебе приходится выхаживать танцевать с бубнами тратить на это целое состояние а да забыла сказать что еще эта роза получала изобион вот получала радифарм под корень это забыл изобион это стимулятор роста насколько я помню сейчас вот в общем то он прекрасно сказывается и на корне на корневой и на верхней части растения радифарм это прекрасный препарат для стимуляции роста корневой и в общем то розе это только пошло на пользу а значит еще но имеем что имеем иногда приходится выхаживать розы в питомнике розина я заказывала много роз большинство из них прекрасные вообще лошадки нельзя сказать что там я возле них сильно кручусь наросли цвету первое цветение в моем саду вообще пышная шикарная поэтому этот моментик на заметку взяла с розой мари n что могут прислать немножко не то но опять таки благодаря тому что все остальные их розы в моем саду просто шикарные так сказать спускаю спускаем все с рук тем более что мне сказали высаживайте если саженец пропадет обратитесь к нам и мы вам ему за его заменим это дорогого стоит мне не стали говорить что вы кривая косорукая еще какая-то вы сами сломали нет такого не было девочки отнеслись с пониманием сказали да где-то мы пропустили эту трещину но раз так случилось попробуйте высадить не получится мы вам обязательно пришлем новую розу спасибо это дорогого стоит потому что не все питомники сейчас готовы признавать свою вину присылать какую-то замену в общем-то спасибо девочкам на этой позитивной ноте я заканчиваю по розе мари n серия моих роликов скандальное розоводство продолжается поэтому как видим все может быть все можно даже вот такие розы которые высажены только корневая и прививочка без веточек можно выходить можно подкармливать подкармливать почему потому что розе нужны силы силы где она будет брать только из нашего питания в грунте не всегда есть все что розе необходимо тем более если грунт такой как у меня песчаный на этом все всем до свидания классного цветения ваших роз